Что поразило в заявлении Трампа, так это его слабость, в двух разных аспектах. Во-первых, само по себе шоу не было похоже на привычного Трампа. Это был какой-то бессвязный Трамп, рассеянный, звучавший так, как будто он не был уверен, зачем он это делает. В прошлом, когда он баллотировался в президенты, в частности в 2016 году, его выступления всегда отличались пламенной риторикой и сильными посланиями. На этот раз этого не было. Вторая поразительная вещь заключается в том, что кандидаты от республиканской партии часто опираются на поддержку республиканских медиа, в которых империя Мердока играет огромную роль. Реакцию Руперта Мердока на заявление Трампа можно увидеть в его сегодняшней утренней газете Нью-Йорк-Пост, которая в прошлом решительно выступала за Трампа. На этот раз заявление Трампа попало только на баннер внизу первой полосы, в котором говорилось, что-то вроде мужчина из Флориды сделал объявление «Смотри страницу 12». Что является заметным жестом неуважения к Трампу. Это говорит о том, что Мердок и люди Мердока считают, что Трамп очень-очень слаб в республиканской партии, а их восприятие имеет тенденцию распространяться в массы. Как с точки зрения самого заявления Трампа, так и реакции на него, мне кажется, что его позиция слаба. Я ожидаю, что будет конфликт внутри партии между Трампом и Десантисом, но в данный момент, безусловно, выглядит так, как будто губернатор Флориды находится в более сильной позиции. Я не думаю, что есть шанс, что они объединятся. Дональд Трамп в последнее время получает много негатива в прессе, в том числе от республиканцев, но именно это и произошло в 2015 году. Люди забывают, что в 2015 году подавляющее большинство республиканской партии ненавидело его и ненавидело открыто. Но это не имело значения. Еще с 80-х Трамп действовал по принципу, что любая пресса хороша. Ядерный электорат Трампа питается критикой и негативом. Если Элон Маск позволит ему вернуться в Твиттер, а можно предположить, что он это сделает, я думаю, что Дональд Трамп сразу же вернется в гонку. Ядерный электорат Трампа поддерживал его в 2015, потому что республиканский эстеблишмент был против Трампа. И тот факт, что новый республиканский эстеблишмент сейчас восстает против Трампа, я думаю, будет иметь тот же эффект, как и в 2015 году. Я был бы очень удивлен, если бы Трамп и Десантис были бы в одном бюллетене. Я думаю, что Трамп хочет, чтобы с ним в вице-президенте избирался только тот, кого он может легко контролировать. Думаю, именно поэтому он выбрал Майка Пенса. И Майка Пенса было легко контролировать вплоть до 6 января.